Еще в июле 2016 года на трех стройплощадках общества с ограниченной ответственностью созвездия группы компаний РОС велась активная строительная деятельность. В этом году по плану у нас строительство 11 трехэтажных домов, 333 квартиры. Мы их должны сдать до 20 декабря этого года. К середине сентября мы планируем полностью установить каркасы домов. И начнется специальная работа, внутренняя работа, отделочная работа. Эти обещания были даны Алексеем Бураковым в июле текущего года. Сегодня 23 декабря. И, как видите, строительство не завершено. Более того, на объекте нет ни рабочих строителей, ни охраны. На другой площадке картина лучше. Однако строительство этих двух домов также не завершено. Сроки выполнения сорваны. Проверка установлена, что в рамках исполнения договорных отношений администрации поселения внесены существенные изменения в данные договора в части оплаты. В связи с чем произошло необоснованное перечисление денежных средств в размере 750 миллионов на счета застройщиков без фактического исполнения договорных отношений. В связи с чем прокуратура города Нью-Йорк, 22 декабря, в адрес Следственного комитета направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении как главы поселения, так и его заместителя. Деньги застройщику перечислены. Строительство не идет, а серебряноборцы ждут своей квартиры. Я не знаю, почему приостановлено строительство, но я точно знаю, что работникам не платят уже больше трех месяцев. А нам сказали ждать следующих построек. В отчаянии граждане идут в администрацию, но, видимо, и там не знают, что им ответить. Однажды пошла туда попросить, спросить просто. Она на меня, знаете, как шапки накинут, как будто я пришла в ней кусок хлеба просить. Я заплакала, не знаю, как дошла до дома, и больше не пойду, сказала, ни разочку туда больше. Основные силы ПСК «Рост» свернули или затормозили свою работу на объектах ведущегося уже строительства после прошедших выборов главы Нерюнгринского района, в которых Алексей Бураков, руководитель группы компаний, также принимал участие. По сравнению с другими претендентами на этот пост, его предвыборная кампания стала самой дорогостоящей. Однако ситуация может в дальнейшем еще больше усугубиться. Ведь для решения жилищной проблемы серебряноборцев администрация поселка предприняла небывалую для Нерюнгринского района попытку практически разом перестроить весь поселок. Мы разыграли на развитии застроенной территории, отыграли полностью всю территорию нашего поселка, выиграла фирма. Фирма «Созвездивит» – это компания «Рост». В итоге разработанный генеральный план строительства так красиво презентованной компанией может остаться только на бумаге. Галина Якимчак, Семеномосов, Вадим Барашков, НВК «Саха» Нерюнгрин.